В семье Аврамук все делают сообща. Вот и сейчас маленькая Надюша старательно помогает маме изготавливать ароматные и вкусные пряники. Это партия для семьи, но мама Елена готовит сладости и на продажу. Ведь в декрете времени много, а желающих порадовать родных и близких яркой выпечкой из натуральных ингредиентов с каждым днем становится все больше. До декрета я вообще не относила себя к творческим людям и даже в принципе не могла представить, что когда-то я начну этим заниматься. А когда у меня появилась доченька Надюша, ей уже было где-то полгодика, 8 месяцев наверное, это как раз было перед Новым годом, я смотрела Инстаграм, сколько много всяких разных новогодних пряников, они просто вот завораживали. Я поняла, что как бы это мое, у меня душа к этому лежит, мы поехали в кондитерский магазин, закупили такое там для самого начала, самое необходимое, и я попробовала сделать свои первые пряники. А для того, чтобы творческая работа приносила легальный доход, физическим лицам необходимо своевременно уплачивать ремесленный сбор, сумма которого составляет две базовые величины за календарный год. В связи с тем, что с 1 января размер базовой величины изменился по сравнению с прошлым годом и составил 29 белорусских рублей, плательщикам, которые заранее внесли ремесленный сбор за 2021 год, необходимо доплатить до размера ставки не позднее 31 марта. В случае, если плательщикам на 2021 год уплачен ремесленный сбор до 28 декабря 2020 года в размере 27 рублей, то таким плательщикам необходимо до 31 марта 2021 года произвести доплату сбора в размере 29 рублей. Одновременно с 2021 года для плательщиков установлена обязанность до начала осуществления ремесленной деятельности, а также при прекращении ремесленной деятельности предоставлять налоговый орган уведомления по установленной форме. Физическое лицо признается прекратившим ремесленную деятельность с даты получения налоговым органом уведомления об этом. Уплаченный ремесленный сбор не подлежит возврату или зачету в случае прекращения плательщикам ремесленной деятельности до истечения календарного года или неосуществления деятельности в течение календарного года. Заниматься любимым творческим делом и получать при этом доход – это вполне реально. Если кто-то планирует попробовать себя в новом качестве уже в текущем году, единственное, о чем необходимо побеспокоиться заранее – это ремесленный сбор, ведь он оплачивается до момента начала деятельности.